Всем привет, друзья! Судя по тому, какое количество бетафермы накинулось на мой канал, после того, как я стала озвучивать тему лепры как болезнь Х, я поняла, что я на верном пути. Бетаферма накинулась как на мой YouTube канал, так и Telegram канал, с утверждением, что это что угодно болезнь Х, только не лепра. Я поняла, что я на верном пути. И вот знаете, друзья, я даже нашла доказательство, знаете, наверное, это и есть доказательство, что болезнь Х это и есть та самая лепра, она же проказа, она же болезнь Хансена. Вот смотрите, я вам сейчас покажу простой фокус, как они болезнь Хансена назвали болезнью Х. Ну, давайте я вам прямо в переводчике покажу, какие фокусы они сделали с названием болезни Хансена. Она же лепра, она же проказа, она же болезнь Х. Вот давайте прямо сейчас в переводчике сами все увидите. Вот пишу прямо на русском, болезнь, болезнь Хансена. Вот прямо на русском написала, да? По-английски как это будет? Хансен's disease. Вот видите, да? Теперь они взяли и убрали буквы, оставили только первую. По-русски это получилась болезнь Х, мы так её и называем, да? А по-английски, вот, пожалуйста, disease X. Это по-английски так и звучит, как болезнь Х. Вот так вот, такой простой фокус. И вы, друзья, уже, наверное, многие слышали, такая версия гуляет в интернете, на ютубе, что многие правители наших стран, они больны лепрой. Такая версия гуляет уже много-много лет. И, друзья, знаете, вот что? Я стала изучать эту информацию. Я прям вижу, что в интернете почти каждый день выходит информация по лепре. И написано, что эти случаи всё время растут. То есть, случаи заражения. И знаете, друзья, вот я стала смотреть ещё больше информации. И я нашла на сайте нашей любимой организации, которая из трёх букв. Это как ЗОВ, да? Если обратно прочитать. Так вот, на сайте этой организации тоже была такая статья. Я её успела прочитать, но теперь её нет. Вот хорошо, что она у меня осталась. И я, значит, сделала вот коротенькое видео по этой статье. Сейчас они её уже удалили, её уже нет. И вот эта ЗОВ организация, она почищает информацию о лепре. То есть, как будто ничего нет, да? И вот вы прям слышали. Недавно была такая новость, что закрыли астраханский лепрозорий. Ну, будто вот нет ничего, да? Вот нет вот этой болезни. А там был не только лепрозорий, а там был и научно-исследовательский институт, где они занимались лечением этой хворобы и искали какое-то средство против неё, да? Ну, вот его несколько месяцев назад закрыли. Ну, вот сейчас я вам покажу вот эту статью. Там очень интересные факты написаны. Смотрите, друзья, вот статья про лепру с сайта Всемирной организации здравоохранения. Сейчас вы эту статью уже не найдёте. Я оставлю ссылку, может быть, потом она откроется. Но вот хорошо, что она у меня осталась открытой на другом гаджете, и я смогла её снова открыть. А так она уже не открывается. И смотрите, что здесь написано. На пути к нулевым показателям лепры. Глобальная стратегия по борьбе с лепрой, она же болезнь Хансена, на 2021 по 2030 год. Смотрите, в 2021 году началась вакцинация. И вот эта странная дата, 2030 год, которая фигурирует во многих документах. То есть, смотрите, как раз получается, вот этот вот период, это и есть вот эта самая болезнь Х. Видите, как раз получается вот эта болезнь Х. И они, значит, тут будут, разработали они стратегию, значит, по борьбе с ней на пути к нулевым показателям лепры. Ну вот смотрите, ну везде вот эта дата фигурирует. Смотрите, обзор, значит, этой борьбы. Значит, что они хотят сделать? Четыре основных направления. Реализация комплексных национальных дорожных карт для достижения нулевых показателей лепры во всех эндемичных районах. Национальные дорожные карты. Вот как это понять? Я это понимаю только как, вот знаете, вот это место, значит, где эпидемия лепры. Вот это другое место. То есть дорожная карта. Это как бы, знаете, очаги, да, где находится эта лепра. Ну это могут быть эти самые очаги. Это 15-минутные города, вот как я вам говорила. Это лепрозории. 15-минутные города – это лепрозории. Потому что там условия одинаковые. Что в лепрозории, что в 15-минутном городе. Смотрите дальше. Второе, значит, что у них тут. Расширение масштабов профилактики лепры наряду с комплексным активным выявлением случаев заболевания. То есть они будут активно выявлять. Для этого есть ПЦР-тесты специальные для выявления лепры. Это вот эти вот самые носовые палки. Дальше третье. Ведение случаев лепры и ее осложнений. Предотвращение новых случаев инвалидности. И лечить будут, короче, будут усиленно лечить. Ведение случаев лепры – это лечение. Четвертое. Борьба со стигмой и обеспечение соблюдения прав человека. Перерыв передачи инфекции и элиминация болезней лежат в основе стратегии. Борьба со стигмой. Ну, вот эти вот проявления самые. И обеспечение соблюдения прав человека. То есть загонят они. Вот такие лепрозории. И там будут усиленно лечить. Ну, то есть находить лечение. Но не для людей. Для вот для них. И что они нам говорили про 15-минутные города. Вот вспоминайте. То есть это такой пятачок. В 15-минутной доступности все. Там будет и работа, и учеба, и развлечение, и лечение, и вся инфраструктура. То есть все будет. И там же они будут создавать семьи, рожать детей. И все вот это вот в одном пятачке. И выходить оттуда нельзя. Так, друзья мои, это же то же самое, что и в лепрозории. Они тоже там и лечились, и работали, и жили там, и создавали даже семьи. И все вот в этом лепрозории. И выходить оттуда было нельзя. Так, друзья, получается, что этот 15-минутный город, это и есть лепрозорий. Это и есть лепрозорий. Только нам его так красиво назвали. 15-минутный город. И вот эту страшную хворобушку, да, вот эту проказа, ее назвали сейчас красиво так, болезнь Хансена, да. Вот, то есть они меняют, подменяют понятия, как бы приукрашают, да. Вот. Ну вот смотрите, где вы видите разницу между 15-минутным городом и лепрозорием? Это одно и то же. Это одно и то же. Только названия разные. Так же там жить, трудиться, все в 15-минутной доступности, семьи там же создавать на этом пятачке. Все одинаково, друзья мои. Это и есть лепрозорий. Ну и в заключении видео я еще хочу сказать несколько слов об этом совершенно безумном законе, о массовых захоронениях и о принудительной эвакуации. Я считаю, что этот закон подходит только под санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Я сейчас объясню почему. Смотрите, мы с вами уже имеем такие области, где вовсю идут боевые действия. И там нет такой эвакуации принудительной, да. Хотят там родители, отправляют своих детей, хотят не отправляют. Ну хотя многие уже отправили, да. И там, значит, могут даже остаться люди. Они там остаются, они там работают. То есть вот такой принудительной эвакуации, как описано в этом законе, нет. То есть к войне это не имеет никакого отношения, правильно? То есть не работает этот закон для военного положения. Ну а давайте с вами посмотрим сегодняшнюю ситуацию, да, что вот сейчас происходит затопление там в Оренбургской области, да, и в некоторых других сейчас паводок. И тоже нет такой принудительной эвакуации, никто там не хватает, не тянет никого в колонны по 500 человек, да. Нету такого. То есть при погодных таких условиях, да, условиях каких-то паводка, еще чего-то, тоже этот закон не работает, не применяется. Вы видели, наверное, такие видео на Телеграме, где они просто стучат в окно, там говорят, вам лучше спасаться, да. То есть принудительного ничего нет. Значит, под этот паводок, под какие-то погодные катаклизмы, да, не подходит этот закон. Остается только третье. Это санитарно-эпидемиологическая ситуация. Вот когда, если это случится, да, то вот этот закон будет работать, по-моему. Вот этот закон именно для этой ситуации, для санитарно-эпидемиологической. Потому что если вдруг объявится, да, вот эта вот хвороба проказа, скажет, вот там появился, да, быстро все уходите. И всех построят в колонны по 500 человек, мужчины отдельно, женщины отдельно, дети отдельно, и погонят куда-то, в другие области. Вот именно я считаю, что вот этот закон, это погонят как бы на другие территории, где там нет таких случаев, да. Вот. Кто дойдет, кто не дойдет. Вот про это есть написано в массовых захоронениях, да. То есть я считаю так, что вот этот вот закон, безумный совершенно, о массовых захоронениях и принудительной эвакуации, это именно для санитарно-эпидемиологической ситуации. Для чего понавешали вот эти мегафоны, как их там сигнальные, это вот эти сигналы тревоги, рупоры вот эти огромные стоят на крыше. Для, именно для этого. Для закона о массовых принудительных эвакуациях. Вот именно для этого. Когда вот эта сирена завоет, всех построят. И поведут в колоннах по 500 человек. В общем, вот у меня такое мнение, друзья. Ну и тут же еще, конечно, можно разбирать еще много-много все вот эти дезинфицирующие средства, там, которые будут применять при массовых захоронениях. Каток там будет, значит, все это разравнивать там, где будет братская могила. Это может относиться только к санитарно-эпидемиологической ситуации.